МПЭКС Автор Брюс Берман Перевод и редакция Владимир Сидоров и Наталья Губина Я не перестаю удивляться, как далеко с начала 50-х годов шагнул прогресс в области аудиотехнологии. Ямала для высокого качества воспроизведения звука сделали такие, например, компании, как RCA, Western Electric, Fairchild, Altec Lansing, Langerwin. МПЭКС Корпорейшн Однако лишь одна компания всегда казалась необъявленным чемпионом по совершенствованию аудиооборудования, это корпорация МПЭКС из Redwood City, Калифорния. До сих пор трудно поверить, что почти все из наиболее ценимых, любимых, и теперь переиздаваемых, записей RCA Living Stereo и Mercury Living Presence были записаны на трехдорожечной модели МПЭКС-300 Дефис 3 в эпоху Эйзенхауэра. Еще большего признания МПЭКС заслуживает за то огромное влияние в области техники и в общественной жизни, которые оказали на нас аудио, видео и магнитная запись данных. Высококачественный стереофонический и многоканальный звук, современные технологии записи виниловых дисков, звук синермарскоб, запись на видеопленку – все, так или иначе, обязаны МПЭКСу своим развитием. Профессиональные версии аппаратов фирмы являли собой пример высочайшего стандарта американской инженерной мысли и производственных технологий, бывших предметом зависти всего мира. А и большую благодарность МПЭКС заслуживает за создание и продвижение на рынок современной технологии записи на магнитную ленту. В США, до того, как в 1947 Г, в большом ассортименте появилось оборудование для записи на ленту, первичными профессиональными звуковыми носителями были 12- и 16-дюймовые дисковые диск-трансцриптианс на 33-1-3 и 78-я в слэш-мин, в кинематографе применялись оптические технологии записи звука. Во время Второй мировой войны немцы, благодаря усилиям компании AEG Telefunkin, разработали первую высококачественную систему записи на ленту с использованием высокочастотного подмагничивания. Эта система получила название магнитофон. Войска связи американской армии в качестве военных трофеев получили и протестировали некоторое количество таких аппаратов, один из которых потом был продемонстрирован на Конгрессе Audio Engineering SRS-RT в Сан-Франциско. Компания Ampex Electric, которая во время войны производила по ГАИС за иоказом моторы и генераторы для армии, пыталась найти новый продукт, который помог бы ей прожить в послевоенный период. Услышав во время демонстрации магнитофона необычайную реалистическую точность воспроизведения звука, представители компании быстро поняли, что такую технологию ожидает прекрасное будущее. Бинг Краузби Стесненный в средствах Ampex нашел инвестора-энтузиаста в лице Бинга Краузби. Краузби, всей душой болевший за качество звука в своем популярном радио-шоу, искал записывающую систему, которая совмещала бы высокую точность воспроизведения и легкость монтажа по сравнению с 16-дюймовыми Transcriptians, на которых в то время записывалось его шоу перед эфиром. Бинг Краузби немало субсидировал из личных средств еще не оперевшуюся корпорацию Ampex Electric в начале ее работы в области ленточных магнитофонов и в течение многих последующих лет оказывал ей всяческую поддержку. Одно из первых рекламных объявлений изображает Краузби, который весело включает один из их переносных магнитофонов 600-й серии. Александр Мпонитов, президент и основатель компании вместе со своими инженерами, его инициалы вместе с первыми буквами слова «экселент» составили название компании, внимательно изучили недостатки и достоинства схемы немецкого магнитофона и в 1947-г точка, при финансовой поддержке Краузби, компания представила базовую модель 200, а первые выпущенные образцы были проданы радио-сети «Эрми Эркенбраут Кастинг Компорни» – ABC. В некотором смысле, модель 200 установила технический стандарт для плёночных звукозаписывающих систем всех последующих моделей Ampex. Эти машины, имевшие три мотора, два из которых работали для подмотки катушек, а один приводил в движение тон в вал, а также соленоидную тормозную систему, были немедленно признаны аудиоиндустрией, как лучшую звукозаписывающую технологию в то время. Коллекционеры считают аппараты модели 200 чем-то подобны усилителю Western Electric 91A. Они очень редкие и ценны, потому что всего их было выпущено всего 122 штуки. К несчастью, я даже не пытался их разыскивать, потому что большинство давно были выброшены или хранятся у коллекционеров. Эти аппараты, слишком хорошо сделанные для выполнения рутинных задач, имели маслонаполненные конденсаторы в блоке питания записи слэш-воспроизведения и мощный двухтактный генератор под магничивание и стирание на 6L6G, в конце 40-х годов они стали вершиной техники для высокоточной записи и воспроизведения звука. MPEX-300 Модель 200, со скоростью ленты 30 дюймов в секунду, была единственной из выпускаемых моделей, в которой, как и в магнитофоне, магнитная лента наматывалась рабочим слоем наружу. Все последующие аппараты, начиная с модели 201, выпускались в обычном стандарте намотки ленты, рабочим слоем внутрь. В 1949 году, MPEX представил модель 300, как более дешевую и универсальную версию модели 200. 300 по сравнению с 200 был более совершенной моделью, изменились головки, появилась новая электроника и массивный, улучшенный двухскоростной лентопротяжный механизм, LPM. Именно 300 модель стала популярной в звукозаписывающих студиях, в кинематографе и на радио, а также на рынке записи телеметрических данных. Монофонические консольно-смонтированные версии, своей крышкой напоминавшие стиральные машины, стали первыми аппаратами для многодорожечной записи, и четвердюймовые Alftraxk, Fulltraxk, Tatraxk, а также полудюймовые Terrier Traxk версии стали выпускаться в больших количествах. Модель 300 послужила также базой для имевшей впечатляющий вид серии дубликаторов Ampe, Ampe X3200, которую впервые представили в 54-м году. Первая модель 300 была поставлена фирме Кэппортрал Рикардз, а вскоре и остальные главные звукозаписывающие компании последовали ее примеру. В монофонических версиях этих аппаратов устанавливались блоки электроники серии 554, подобные тем, что использовалось в модели 200, но выдававшие гораздо меньший уровень искажений. В многодорожечных аппаратах устанавливалась электроника 350-й серии, которая стала стандартом Ampexa для записи воспроизведения до самого конца 50-х годов. Эти аппараты, использовавшие пентадно-триудную цепь в схему для записи воспроизведения, выдают совершенно потрясающий звук, о чем хорошо знали Arcea и Mercury, если вас не смущает диапазон 55-60 dB. Магнитофоны модели 300 еще встречаются, хотя их качество становится хуже, а запчасти LPM достать довольно трудно. Невероятно надежная и плавно работающая самозаклинивающаяся барабанная тормозная система впервые была применена для 300-й и всегда считалась особой меткой, по которой и узнавали Ampex. L-Wars-Presley Узкое место этих аппаратов – непрямой привод, в котором использовался большой маховик с резиновой покрышкой, присоединенный соленоидом при помощи фрикционной муфты к синхронному двигателю сегистерезисом, приводившему в движение тонвал. С течением времени или из-за неправильного хранения резиновая покрышка на маховике портилась, что оказывало сильное отрицательное воздействие на коэффициент детонации при работе аппарата. Запчасти встречаются очень редко и стоят дорого, хотя я и приобрел подержанные 300-е с покрышками в отличном состоянии. Покупая аппарат 300-й серии, всегда внимательно проверяйте состояние покрышки, потому, что может случиться так, что новую вы найдете далеко не сразу. Может быть, есть фирма, которая восстанавливает или меняет резину на покрышке согласно спецификациям Ампекса, и, если кто-нибудь знает об этом, пожалуйста, сообщите мне. Ампекс использовал схему непрямого привода для тога, чтобы добиться как можно меньшей вибрации ленты и наиболее точного выбора скорости ленты, они меняли давление шкива мотора на резиновую покрышку, а результаты замерили стробоскопом. Однако, нельзя сказать, что у этих аппаратов скорость могла оставаться стабильной на протяжении долгого времени работы, и вскоре Ампекс модифицировал эти магнитофоны, поставив на них системы прямого привода, доставлявшие меньше проблем. Тем не менее, машины 300-й серии настоящая классика в истории и фи-звукозаписи они выглядят очень стильно, в индустриальном стиле 50-х годов и вполне стоят того, чтобы владелец пользовался ими, если у него достаточно места. В 1953 году была выпущена серия 350, как более дешевый вариант модели 300. Используя более легкую и маленькую, в чем-то упрощенную и более практичную версию LPM 300-й модели с синхронно-гистерезисным приводом ленты и прямым приводом тонн-вола, которому не нужна была резиновая покрышка, этот аппарат, по существу, задал стандарт, на котором потом базировались почти все последующие профессиональные трехмоторные Ampex-ы. Как и большинство магнитофонов Ampex, модель 350 выпускалась в портативном варианте для записи в полевых условиях, электронная часть и механическая, LPM, выпускались в отдельных корпусах для более удобной перевозки. Модель 300 тоже имела портативный вариант, но для того, чтобы нести LPM, требовалось два человека. Большинство 350-х продавалось радиостанциям, образовательным учреждениям сначала из-за их низкой стоимости, поэтому многие аппараты еще сохранились. Электроника для записи и воспроизведения в модели 350 на пентодах и триудах с октальным цоколем, монтаж точка, точка, отдельный выносный блок питания с ламповым выпрямителем для каждого канала, многими энтузиастами считаются лучшими по звучанию аппаратами, когда-либо сделанными Ampex. Раздельную подачу питания следует считать дополнительным преимуществом, так как она обеспечивает значительную изоляцию между каналами. Однако эти аппараты использовали отборный пентод 6SJ7 в качестве первого каскада усиления в системе воспроизведения, а эти лампы отличались тем, что давали изрядный шум и микрофонный эффект. Ampex 354 По этой причине многие пользователи предпочитают электронику серии 351, появившуюся в 1957 году точка, которые использовали миниатюрные триуды, 12EX7, 2AT7 и 12EU7, все телефонкин, устанавливаемые на заводе, ламповое выпрямление, печатную плату, и имели гораздо более триудный звук. Однако серия 351 не использует выносный блок питания, блок питания совмещен с электроникой. Относительно качества звука и 300 и 350 имеют свои сильные и слабые места и если у вас есть возможность, попробуйте оба и сделайте собственные выводы. По-настоящему захватывающие эксперименты потребуются, чтобы создать иную электронику для записи воспроизведения, может быть, основанную на лучших образцах Ampex. В один прекрасный день именно этим я и собираюсь заняться. Для серьезного любителя энтузиаста звукозаписи рекомендую двухдорожечные четвердюймовые записывающие стереомагнитофоны серии 350 или 351. Детали для них сейчас вполне можно купить, если знать, где искать, эти аппараты исключительно крепкие и по качеству сборки, и по конструкции, к тому же с ними легко работать. Эти магнитофоны звучат просто превосходно, если их правильно собрать и настроить. Профессиональные аппараты Ampex'а предназначались для непрерывной работы в течение 24 часов в сутки на радиостанциях или в профессиональных записывающих студиях. Они рабочие лошадки в прямом смысле этого слова, которые и создали легендарную репутацию магнитофонам Ampex, как качественным и надежным. Если ими пользоваться дома, они могут работать почти целую вечность. Сейчас вполне возможно заказать восстановление приводных моторов и тормозных систем, а также повторную полировку головок, если они у вас не очень стерты. Только учтите, запасные головки Ampex старого выпуска сейчас продаются очень редко и стоят дорого. Электроника записи воспроизведения вполне стандартная и доступна в магазинах, поэтому существует много возможностей для улучшения звуковых качеств этих аппаратов, например, усовершенствование стандартных частей, применение более новых источников питания и т.п. Но все это я оставляю на ваше усмотрение. Примерно в то же время, когда появились аппараты серии 351, на рынок была выпущена истерия модель 354. В этом аппарате использовался LPM типа 350 с модулем электроники, объединявшим два блока электроники серии 351 вместе со встроенным общим источником питания. Это было сделано для того, чтобы сократить размер и облегчить консольное монтирование. Крохотные UV-измерители, плохо вентилируемая нагревающаяся электроника и печально известный ненадежный переключатель записи воспроизведения, вот те три причины, по которым следует избегать этих аппаратов, и, что более важно, звук 354-го, не идёт ни в какое сравнение со звуком аппаратов серии 350 или 351. 600. В первых аппаратах серии 351 и 354 использовались фенольные печатные платы, которые работали очень плохо. Удивительно, что Ampex использовал такие материалы, характерные вообще-то для низкокачественной потребительской электроники. Попробуйте отыскать обращейки, в которых использованы текстолитовые платы, их стали ставить позднее, и вы сбережете себе массу нервов и денег. Со временем Ampex выпустил немало версий действительно портативных одномоторных аппаратов с 7-дюймовыми катушками, предназначенных для высококачественной записи в полевых условиях. Это высоко ценимая серия 600 и PR10, портабли-рекодер-переносный магнитофон. Хотя ламповые версии этих аппаратов тоже способны воспроизводить превосходный звук, у них плохие LPM-механизмы, а запчасти сейчас редки. Избегайте их, если вы не уверены, что аппарат перед вами всегда поддерживался в хорошем состоянии и сейчас нормально работает. К середине 60-х годов Ampex начал потихоньку замещать магнитофоны на вакуумных лампах полупроводниковыми аппаратами, которых тогда в записывающей индустрии было мало. AG-300 и AG-350 «Аудиогенерал» явились транзисторными последователями ламповых аппаратов серии 350 и 351. Они имели LPM серии 300 или 350 и транзисторную электронику, и звучали ужасающе плохо по сравнению со своими ламповыми предшественниками. Их перестали выпускать в конце 1966-Г. И в 1967-Г. Заменили улучшенной серией AG-440, которая успешно выпускалась в течение всех 80-х годов в виде модификации AG-440, AG-440B и AG-440C до тех пор, пока Ampex не был вынужден, под давлением ценовой конкуренции, перейти к серии ATR, изготавляемой за рубежом. Линия выпущенных в США магнитофонов завершилась моделью AG-440. По моему мнению, AG-440 содержал наилучший LPM, когда-либо разработанный Ampex. Эти машины, помимо замечательно прочного LPM серии 350, имели еще и автоматические тейплифтерс, и, по моему мнению, самый замечательный дизайн из всех, разработанных инженерами Ampex. Вообще, магнитофоны серии AG-440 звучат удивительно хорошо, принимая во внимание их транзисторную электронику. Я прослушал двухдорожечный стереомагнитофон AG-440B2 и Full Trask Mono AG-44C, в сравнении с ламповыми, консольным двухдорожечным стереомагнитофоном 300C2 и портативным двухдорожечным стерео 602-DF2. Ampex AG-440. Я считаю, что у AG-440, благодаря их транзисторной схемотехнике, очень плотный звук, хотя, при критичном подходе заметна некоторая транзисторная хриплость. Аппараты серии 440 до сих пор встречаются очень часто, их легко наладить, к тому же, они были выпущены в бесчисленных конфигурациях, так что, если хотите, можете приобрести себе один из таких. Однако я думаю, что вы, как и я, больше любите старые ламповые аппараты. Много лет Ampex выпускал аппараты, предназначенные в первую очередь для потребительского рынка. В двух словах, их качество варьируется от приличного до чудовищного, так что с ними лучше не связываться. Какой же магнитофон считать лучшим из тех, что выпустил Ampex? Большинство любителей сходятся на том, что это модель MR-70, мэстеринг-рекодер, появившаяся в 1964G. В очень ограниченном количестве. Кажется, я где-то читал, что всего было выпущено около 70 подобных аппаратов. Дорогая ламповая схема, в которой имелся защитный экран из миметалла, металлопленочные резисторы, пленочные конденсаторы, малошумящие новистеры на входе блока воспроизведения и модифицированная версия LPM серии 300. Все это обрекло MR-70 на поражение с самого начала. Он появился на рынке как раз в тот момент, когда Сколи представил свою транзисторную модель 280, а большинство звукоинженеров тех лет мечтали как можно скорее избавиться от шумного, капризного, дающего сильный микрофонный эффект лампового оборудования, стоявшего в студиях. Е-забудьте, ребята зарабатывали себе на кусок хлеба и, как любые другие профессионалы, хотели, чтобы их работа была полегче и как можно свободнее от мелкой суеты. К несчастью для нас, качество звука было и до сих пор остается не самым главным вопросом для индустрии звукозаписи. В международных кругах Ampex имел безупречную репутацию в области профессиональной звукозаписи до самой середины 60-х годов, и в течение многих лет имя фирмы служило синонимом высококачественных технологий. Мегайны Каурт, Ферчайлд, Преста, Рейн Джетон и другие производители профессионального звукозаписывающего оборудования появлялись и исчезали, в основном из-за того, что не могли превзойти качество и организацию обслуживания клиентов, которые были сильными сторонами Ampex. Только в середине 60-х годов Ampex почувствовал конкуренцию со стороны Сколи, когда эта фирма выпустила модель 280, первый профессиональный студийный аудиомагнитофон. С того момента Ampex начал терять позиции на рынке, уступая место Сколи, Студеревых, Атиари и другим компаниям. Когда вы нашли Ampex своей мечты, вам обязательно нужно обзавестись родным техническим руководством к данной модели. Осторожно выставьте натяжение ленты, установите головку по азимуту, почистите и размагните все детали на тракте, смажите моторы и убедитесь, что электронный блок в хорошем рабочем состоянии. Выберите марку и тип магнитной ленты. И ламповые, и транзисторные аппараты просто оживают при скорости 15 дюймов в секунду. Ampex Grandmaster Структура и дизайн головки, которую в рекламе начала 50-х годов называли сердцем Ampex, были оптимизированы к скорости в 15 дюймов в секунду, на которой она дает высокую чувствительность, минимум искажений и хорошую ширину полосы. Если вы хотите узнать, как звучит настоящее стереофоническое воспроизведение, забудьте о всяких Адиокуэст и Мобилифидлорте, а также прочих записях для аудиофилов. Записывайте сами. Попросите или возьмите на прокат мастер-ленты и куски студийных записей у своих друзей-аудиоинженеров. Я могу поделиться аналоговой мастер-копией одного из радиошоу Гаррисона Кейлора Пририхом Компранерн для воспроизведения на моей системе. Мы собираем самодельные аудиосистемы. Может быть, пришло время начать революцию в смысле самодельной аналоговой ламповой звукозаписи высокого качества. Аши-друзья из Японии занимаются этим уже много лет, а уж недостатка в любителях и профессиональных музыкантах, желающих записаться, у вас никогда не будет. Имея пару хороших и правильно установленных микрофонов, подключенных и посредственно к балансным входам двухдорожечной стерео-модели 351.2 и ленту MPEX Grandmaster на скорости 15 дюймов в секунду вы сможете сделать записи, передающую такую невероятную глубину и пространственную перспективу, чистоту, естественность, и столь низкий уровень искажений, что, может быть, впервые вам доведется услышать на что способна стереофоническая звуковоспроизведение. Записанные на студиях пленки и виниловые диски имеют столько промежуточных копий между мастер-лентой и вами, плюс операции обработки звука, компрессия и многое другое, что та информация, которая столь важна для живого музыкального исполнения, просто пропадает, и мы никогда ее не слышим. Когда ваш MPEX играет через пару однотактных усилителей на триудах прямого накола без обратной связи и приличные рупорные колонки, вам откроется новый смысл затертого выражения «Хайфидлорти». И это при помощи аналогового записывающего оборудования, которое было доведено до совершенства до начала космической эры. Спайлак Рейтинг собакамейл.ру Хатлак Брюс Берман Брус Берман Перевод и редакция Владимир Сидоров и Наталья Губина Брюс Берман